Новый фюрер. Жаба мировой политики. Безответственный человек. И вообще человек Ли. Так говорят о Клаусе Швабе целый ряд экспертов. И вот сегодня мы встречаемся с Додоновой Светланой Николаевной, директором МОНО «Цивилизация Русь». И у Светланы Николаевны есть не просто свое видение того, что из себя представляет Клаус Шваб. А она прямо говорит, что Клаус Шваб – это новый фюрер дипломатии. Светлана, здравствуйте. Мы рады вас видеть в нашей студии сегодня. На чем основаны такие выводы? Ну, на чем основаны выводы? На журналистском расследовании, которое, по сути дела, я делаю и на том фильме, уникальном фильме, на который я наткнулась. А даже не столько наткнулась, сколько под моим интервью с Валентином Юрьевичем Катасоновым, поскольку я еще член союз журналист в России. И меня все время в последнее время, так же, как и всех наших граждан, стало беспокоить, что происходит в нашем государстве. В том числе и тема внешнего долга Российской Федерации, которую мы периодически выплачиваем. То Парижскому клубу кредиторов выплатили полностью, потом у нас новый долг накапливается. Я в свое время в дипломатической академии МИД занималась темой внешнего долга. И мы с Валентином Юрьевичем делали интервью о колониальной экономике России. Под интервью появилось видео. Одна из тех, кто посмотрел наше интервью, девушка нашла фильм о Клаусе Швабе. Его перевела на русский язык с немецкого. Это фильм о Давосе. Второе интервью было с Севковым Константином Валентиновичем. И многие... Обычно я после того, как интервью сделаю, спрашиваю у людей, что вам понравилось, что не понравилось. Может быть, что-то осталось непонятно. У нас было интервью по геополитике. Ну и вот все, кто посмотрел Константина Валентиновича Севкова, сказали о том, что им как-то непонятно, кто эти люди, кто они. У нас, понимаете, дело в том, что люди считают конспирологией то, что им непонятно. Кто эти хозяева денег? Вот Константин Юрьевич Катасонов часто говорит «хозяева денег». Это они, это мировая закулиса. Но это такие абстрактные слова. Так вот, чтобы не было этих абстрактных слов, тут у меня родилась идея, когда я наткнулась на этот фильм. Не только на идея, а дело в том, что девушка, переведя этот фильм, сделала вывод, что Клаус Шваб очень хороший человек. Он, оказывается, спасает планету. Потому что фильм, по сути дела, был снят как представителями Гринпис о том, что якобы грядет глобальное потепление, о котором нам постоянно говорят. И, значит, Клаус Шваб, там, где Давос, где сосредоточена вся наша элита, да, мировая элита, которая решает за все, это так и говорится, они должны прийти и спасти наш мир. Так вот, когда я посмотрел этот фильм, кстати, спасибо оператору, который снимал этот фильм, я вставил маленькие зацепочки, недосказанности. Есть такие, значит, картины с Бальсонара, например, очень прекрасная такая картинка, иллюстрирующая, как Бальсонара пришел в Давос. И как его, по сути дела, вынуждено отдавать суверенитет страны благодаря... Господи, извините, я вас не вижу, ничего страшного? Александр, вы меня видите? Да-да, Светлана, вы на экране. Я вас вижу, вы меня должны видеть, я камеру не выключаю. Продолжаем, все хорошо. Вы просто видите себя только, видимо, на экране, это нормально. Все, продолжаем. А, вот, все, я нажала кнопочку. Алло. Продолжаем, все хорошо, все слышно и видно. Да, так вот, значит, есть некоторые моменты по поводу Монсанта, по поводу того, как пригласили Бальсонара, президента Бразилии, в Давос, и как его, по сути дела, принуждали отдавать суверенитет, подписывая Парижские соглашения. Что он отказался делать вместе с президентом США Дональдом Трампом. Так вот, когда я посмотрела этот фильм, я поняла, что фильм нужно раскрыть, потому что некоторые люди, наверное, будут также делать неправильные выведы, так же, как и наша переводчика, переводчица. Спасибо ей большое, просто я не знаю, как девушку зовут до сих пор, я смотрела, пыталась с ней связаться, но у меня как-то не получилось. Но там, тем, кому интересно посмотреть этот фильм в первоначальном виде, может посмотреть ее, есть ссылочка под интервью с Валентином Катасоновым о колониальной экономике России. Она есть. Так вот, из этого фильма, когда я начала его смотреть, отсматривать, я начала смотреть, поскольку у меня нет своей киностудии, нет возможностей денежных, да, таких, которые нужно было бы, я начала смотреть все материалы. Материалы именно новости, все фильмы, которые есть, которые с маленькими просмотрами, и люди, на самом деле, на них не обращают внимания. И как пришли Монсанто в Индию, что у нас Монсанто появляется именно в России, как они действуют, о том, как у нас вот эта продовольственная безопасность, линия продовольственной безопасности в России, о том, как мы, по сути дела, отдаем свой суверенитет, подписывая Парижские соглашения, а на самом деле мы реально отдаем свой суверенитет. Владимир Владимирович этого не может не знать и не понимать, потому что те президенты, которые боролись за свой суверенитет, как Дональд Трамп, его сегодня нет, а Бальсонара сегодня, если вы знаете последние новости о том, что Бальсонара, по сути дела, вот буквально недавно, две недели, неделю назад его обвинили в том, что якобы там он погубил какие-то жизни, ему все это реальный срок. Кстати говоря, правительство, знак протеста ушло в отставку. У нас эти новости не показываются по центральному телевидению. Их нужно добывать, их нужно раскапывать, понимаете. Более того, пожар в Якутии, это не просто так, я думаю, что это рукотворный пожар. И это мы будем показывать в следующей серии Клауса Шваба. Поэтому весь эти находки того оператора, не знаю, сознательно он это делал или несознательно, вот эти зацепочки. Когда я разворачиваю ту же историю с Монсанто, которые зашли к фермерам, более того, хочу сказать, насколько изощренно действует тот же Монсанто и Клаус Шваб, поскольку Монсанто был партнером, сначала стратегическим генеральным партнером Доводского форума, потом стал просто партнером, да, когда навязывается тот же продукт, раундап, и потом люди, закупая его, в конечном итоге разоряются, и 290 тысяч фермеров индийских покончила жизнь самоубийством. Об этом кто-то знает? Их просто подвели под это, их разорили, по сути дела, им пообещали то, что их урожай будет прибыльный, если они будут закупать раундап, значит, им, как ее, а в итоге те не просто разорились, а поскольку у них получилась безвыходная ситуация, ни денег, ни урожая, одни долги, просто люди стали вешаться, то же самое, на мой взгляд, происходит сегодня с вакцинацией, вот честно слово. Вот какая-то извращенная, такая извращенная подача того, что якобы для нас благо, а на самом деле это может благо обернуться трагедией. Давайте мы этим затравить не будем, иначе нас могут заблокировать. Да, ну давайте не будем. Так вот, по поводу того, чтобы, на поводу Монсанто, да, более того, вы знаете, пальмовое масло, да, которое идет тоннами в России, оказывается, это выращивание плантаций пальм является в Индонезии, который продается нам в том числе, и вот недавно, опять в августе, большая поставка, чем раньше у нас в Россию пришла пальмовое масло, это проект Давосского форума и проект Клауса Шваба. И правильно говорит Валентин Юрьевич, я абсолютно с ним согласна, вот мы здесь сидим и говорим, а что у нас, почему пенсии лишили, а почему вот у нас все так плохо, а почему у нас искусственный интеллект вдруг внедряется в цифровой экономике, а почему у нас тут Якутия говорит, послушайте, если мы не будем знать Азов, что происходит там наверху, в глобальной, поскольку Россия находится в глобальной системе. Мы элемент глобальной системы, вы же сами понимаете, мы не отдельная страна и не отдельно живем. Мы считайте это, если бы вы жили отдельно от соседей, вы бы разговаривали, да, но мы живем не отдельно, мы уже в едином пространстве. Так люди, включайте голову, понимайте и начинайте осознавать, более того, почему я назвала именно Клаус Шваб «Новый фюрер дипломатии». Насколько, как он дипломатично подходит ко всему этому, как это все красиво, в красивой упаковке и оберточке подается нам как благо, а вместо этого то накормить страну, которая якобы голодает. Я не понимаю, почему мы проголодаем все, да, что нам нужно пальмовое масло вставлять, которое вызывает рак. Это очень, кстати, большое исследование по этому поводу сделало Акадий Мамонтов. Спасибо ему большое. Мы опять-таки не связываем это одно с другим. Я, кстати, маленький кусочек вставила его, поскольку все наши пряники, грузированные сырки и так далее, там подобные, они делятся на основе пальмового масла, в котором содержатся переработки, вот этот опасный компонент. В Европе запрещают, у нас нет до сих пор никакой регламентирующих документов, запрещающих. Почему это, спрашивается? Сейчас я лично делаю вывод, что наша национальная, что наш суверенитет сдается. И вот я показываю в этом фильме, что он сдается. К сожалению, вот сейчас третью серию мы сделали. К сожалению, я уже отхожу от этого фильма. Я уже показываю и роль Клауса Шваба, и Альберта Гора в этой всей компании истории, да, которая у нас занимается карбоновыми биржами, климатической войной. Понимаете, Шваб, Гор, Чубайс – это все одна история. Так же, как недавняя конференция Шваба, Мишустина и Грефа. Вы ее, наверное, видели, да, то, что искусственный интеллект внедряется, это тоже не случайно. На Доводском форуме было сказано о том, что четвертой для подготовки и внедрения четвертой революции все готово. И искусственный интеллект, и та самая климатическая война, которую они нам впаривают, да, и ведут нас. Сегодняшние войны уже не ведутся теми методами, которые они велись раньше. У нас новые технологии ведения войн. И одна из них – это климатическая война и вся эта история с Парижскими соглашениями. Мы вообще очень мало говорим про Парижские соглашения, которые мы подписали, кстати говоря, и следуем им. Мы мало поднимаем этот вопрос. А на самом деле это не просто Парижские соглашения, это сдача национального суреонитета. Это очень серьезно. Вопросы есть? Я могу еще порассказать. Вот в четвертой серии мы подводим... Я хотела показать, почему горят наши якутские леса. Ну, Якутия, почему горят леса. Ведь я вам расскажу. Ведь опять-таки вот это в чем лукавство, в чем... В чем вот эта страшная вещь. Они говорят о том, что глобальное потепление происходит за счет того, что парниковые газы выбрасывают СО2 в атмосферу. А на самом деле, и один говорит, один из американских метеорологов, да, о том, что СО2 появляется от того, что... То есть от парникового эффекта, когда горит, да, вот... То есть они начинают поджигать леса в Австралии, в Австралии, в Бразилии, у нас, везде. То есть вот это вот горение выбрасывает огромные тонны СО2, понимаете? И когда они будут ставить вот эти карбоновые биржи, или что это там, которые будут улавливать этот СО2, ну, естественно, там будет все зашкваливать и превышать, за что мы будем платить деньги. А у нас наши леса, наоборот, улавливали эти СО2, и у нас мы меньше, чем Англия, от этого зависели, понимаете? Опять-таки, чья это вообще история с тем, что нужно переходить... Ну, не на возобновляемые источники энергии, о том, что нужно на атомную энергетику переходить. А это, оказывается, еще история, которую нам придумала английская Маргарет Тэтчер. Это ее история изобретения? Вот они, англосаксы. И все это я показываю в фильме, в фильмах, которые не показаны, в фильме Давоса, в Давосе, которое было сделано изначально вот этими «Гринпис», «Зелеными». Я хотела показать здесь, понимаете, тут получилась очень интересная история. То интервью с Константином Валентиновичем, которое мы делали, да, мы с ним говорили, я ему задала вопрос, послушайте, скажите, пожалуйста, кто наш враг? Некоторые считают, вот скажите, кто наш враг? Некоторые считают, американцы, другие англичане, третьи говорят, мы сами. Он говорит, транснациональные корпорации. Для некоторых людей транснациональные корпорации воспринимаются, ну, какие-то там транснациональные корпорации. Причем здесь Клау Шваб, транснациональные корпорации. Все это отдельно от них существует, как им кажется, и они не взаимосвязывают это. Так вот, там реально в фильме, что было прекрасно, что сидят в одном салоне Клау Шваб. Это слышно, да? Что это пропало? Слышите, Светлана, вы ничего не трогаете, было слышно. Не надо, Светлана, вас слышно, Светлана, все нормально. Вы меня слышите, да? Да, 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 конечно, конечно. Тут просто кто-то звонит, вы это выдержите, я надеюсь. Сейчас, секунду. Все нормально, Светлана, продолжайте, не волнуйтесь. А на чем я остановилась? Вы остановились на том, что ваш фильм, который вы сняли, и показываете там про Клау Шваба. Ну, про фильм у нас уже очень много сказано, на самом деле. У нас ссылка будет под фильм или нет? Ну, если вы сделаете. Да, это под этим видео, под этим видео ссылка на канал Эпоха Икс, и там ссылка на все три части вот этого интервью, о котором Светлана нам рассказывала. И, кстати, на ее, кстати, ресурсы другие в Фейсбуке тоже, пожалуйста, все посмотрите. Можно вопросы задавать? Если мне так вас плохо слышно, скажите, куда мне нажать, а? Отключите, отключите звук. А, не звук, не звук, наверное, интервью, чтобы не звонили. Ну, вот ты сказал, отключился звук, и Светлана отключила звук. Теперь она не слышит. Теперь Светлана вообще зависла. Ну, это бывает. Александр Гавлович, ну что, все так плохо? Да почему же все плохо? Все так плохо, хорошо. Ну, чего, СО2 там вообще-то? Мы знаем, кто. Мы знаем, кто наш враг. Мы знаем, что Владимир Владимирович Путин удар держит. Что он говорит о лесосбережении. Что он говорит о совершенных, скажем так, задачах. Что мы слово экологист в скором времени сменим все-таки на знакомое нам замечательное русское слово природоохрана. Будем охранять природу. Охранять природу – это не экологию там за вашу бороться. Непонятно какое. Она непонятна вообще о чем. Будем за... Слово волонтеров заменим на слово добровольца. Слово демократии мы заменим на слово народовластия. И все у нас будет на самом деле хорошо. Вот. Я даже больше скажу, что масса лесов, по крайней мере, российских и не только, она растет. Растет. Она же... Нереальными, да. Нереальными прибавляет. А вот эти пожары, это естественные... Помнишь, мы тогда обсуждали... Это естественный процесс, который только увеличивает еще... Увеличивает, да. И у нас масса, если по статистике брать, у нас масса лесных массивов, она... Простите за сфотологию. Она же растет, то есть она не уменьшается. Да, только в центральных этих областях масса за последние 10 лет... За 10 лет масса, а это легко все проверяется, считается, на 14% увеличивается. А, кстати, сейчас в Лондоне был климатический этот саммит. Ну, вот они там все эти терки... В Глазгане собрались, да. Да, в Англии, да. И, соответственно... Я не могу с вами дискутировать, потому что я вас вообще практически не слышу. А потому что у тебя камера выключена. Ну, а вот камера выключена, я пытаюсь ее теперь включить, блин, кому... Ну, попробуй туда выйти и обратно зайти, а мы пока сейчас паузу заполним. Да, давайте, я сейчас еще раз, сейчас я зайду. Хорошо. Так вот, вот эти вот злодеи, которые там хотят заработать деньги на потепление, там, и на СО2, и тому подобное, у них ничего не получится по очень простой причине. Потому что Россия и Китай против. Но они против не так, там, идите вы нафиг отсюда, что вы тут придумали. Не, все хитрее. Вот, пожалуйста, позиции России. Ребята, бороться с повышением температуры, с климатом. Конечно же, мы двумя руками и ногами за. Но здесь есть нюанс. Ведь у нас количество лесов, столько СО2, так сказать, перерабатывает кислород, что, ну, надо же как-то, так сказать, по-другому подходить к России. Китайцы. Те вообще красавы, да-то, с климатом. СО2, повышение температур. Двумя руками за. Все. Мы все сделаем, все, все, что нужно. Все это, все, что там, процесс горения мы не будем использовать. Но тут есть нюанс. Запад, он, у них капитализм начался, там, на 300 лет дальше. Раньше. Они все прожили, да. Мы уже все сделали. Поэтому давайте мы сейчас, китайцы, достигнем уровня вашего. А вот после этого, когда у нас промышленный уровень по выбросам будет одинаковое, ну, в пропорции, то, соответственно, мы подключимся к этому процессу. Ну, там не другая, да. Там есть вот третья мулька, которая говорит, что, ну, вы извините, говорит, вы на угле всю свою капиталистическую экономику подняли. Поэтому давайте мы посчитаем, сколько загадили вы до настоящего времени, да, да. А потом мы посчитаем, да, вот наш вклад, вот это все проще. Нет, я думаю, что их позиция бесперспективная, она не имеет исторической обоснованности. И при наличии доброй воли, и в конечном итоге проявления лидерских качеств со стороны, и товарища Путина, и товарища Сидзинпина, в конечном итоге русский проект выйдет из этой ситуации в качестве победителя. А Шваб, он точно вот этот вот, назвали его вот этим, хотя жаба – это хорошее животное на самом деле, очень много сказок с ним связано. Вот царевна лягушка, ну, не жаба, правда, ну, царевна лягушка, допустим. Ну, а Шваб, это царевна лягушка, и не знаю, может, он шкуру сбросит. Мне всегда нравится ваш писитель. И превратит на прекрасного лебедя, который… Светлана Николаевна, вот нас пугают все, ну, я не знаю, там все, все цифровики, сейчас все, они там всех под себя там… Аверми. Дайте до секунды, вот и все, с ними бороться, с цифровиками, с этими гуглами, фейсбуками, амазонами и далее по списку, просто расплюнуть. Два способа, простой. Раз рубильник, выключили, и все, нету цифровиков. Можно выключить на пять минут, а можно выключить и навсегда. Все сервера эти пожечь, это расплюнуть. И нету никаких цифровиков. Никогда они не победят, эти маргиналы. Поэтому спим спокойно и не боимся их. У меня следующий вопрос. Вот Светлана Николаевна, она нам рассказывала, что там… Мы сейчас говорим не о цифровиках и выключении рубильника. Мы говорим о том, что люди, которые идут и говорят о том, что нам удобно пользоваться карточками, нам удобно делать то-то. Понимаете, экономика… Конечно, удобно. Планирование экономики не работает на людей, и поэтому у людей о безработице… Нет, мы можем, конечно… У меня вопрос конкретный. Да, вот что я сейчас слышал. Я слышал о том, что вот глобальные злодеи, которые нас и пальмовым маслом кормят, или саном поджигают, и вообще не дают нам нормально жить, и вообще не собираются вообще нас, так сказать, и замажай загнать, или куда-нибудь в тундру. То есть причина происходящего с нами, с нами я имею в виду с людьми, которые живут в России, причину все время мы слышим вне. Вне. Что зависит от нас? Вот от нас, простых людей, которые здесь живут, которых 99%. Что мы должны делать? Что можем и что должны? Ну, не терять, конечно, оптимизма, а конкретно что делать? Есть какое-нибудь… Во-первых, нужно осознать, откуда идет пальмовое масло. В данном случае я пытаюсь журналистское расследование провести… Отлично, отлично, все, осознали. Пальмовое масло, хотя у меня нет своего мнения, его там едят, по-моему, там весь мир, там где-то с 18-го, с 19-го века. Дальше что? Осознали. Кто его ест? И в каких количествах? И пальмовое масло, смотря какое. Вопрос конкретный. Вот на примере пальмового масла, к примеру. Осознали, что пальмовое масло – это плохо. Дальше что мы должны делать? Нет, ну, слушайте, Владимир, вы мне задаете странный вопрос. Первое. Либо не ходить и не покупать те продукты, которые есть в магазинах… Раз. На сегодняшний день. Либо просто менять… На мой взгляд, я считаю, что продовольственная безопасность у нас провалена. Это почему? У нас провалена преддовольственная безопасность. А почему мы тоннами закупали пальмовое масло? У нас что? Пальмовое масло и к продовольственной безопасности имеют отношение постольку поскольку. Как это? У нас по зерновым, так мы обеспечиваем себя полностью, еще экспортируем по мясу. Послушайте, у нас люди от рака умирают от пальмового масла. Он приводит к ранку. Об этом говорит в своих журналистских расследованиях. Говорят врачи. Говорят, в том числе, кстати говоря, и в моем фильме, где это самое… Говорит Мамонтов. У него целое расследование есть по этому поводу. Но у нас об этом мало говорится. К раку… Потом мы удивляемся, почему у нас онкология… Я задаю конкретный вопрос. Извечный русский вопрос. Кто виноват, понятно, злодеи. Что делать? Первое, второе, третье. Вот в Китае, к примеру, там… Если я вам сейчас скажу, что делать, вам опять не понравится. Нет, людям, нам, простым людям. Вообще террористик. Для начала. Во-вторых, это естественно, нормально. Не пускать сюда… У нас законы для чего? Для чего государственная дума? Кто-то собирается вводить эти законы? Кто-то собирается думать о нашем здоровье? У нас что, нет института регулирующего? У нас есть… Я в Государственной думе очень много лет проработала. С 99-го года. У нас целый комитет есть. У нас есть много комитетов. Комитет по охране здоровья есть. Почему не ставится вопрос на заседание комитета? Да, я сейчас по-другому задам тот же самый вопрос. Да. Опять. Вот есть проблема. Причина ее вне. Спрашиваю, что делать нам? Вот 99-ти простым людям. И я слышу ответ, что кто-то должен что-то сделать. Госдума, правительство. Нам, простым людям, что делать? Осознали. Масло плохое. Все, его нельзя есть. Дальше. У нас не масло плохое. У нас все на основе масла. Все сладости сделаны. У нас шоколад сделан на основе масла. Пальмового. Не настоящий. У нас много идет, извините меня, той же кондитерской продукции на основе пальмового масла. У нас пальмовое масло добавляется в, извините, в молочку, которая не молочка. Там написано, как это, есть также там, короче, натуральное молоко есть. Сами делать продукты. Делать-то что? Покупать корову? Нет. Искать, у кого есть коровы. Хорошо. Нашли коровы. Так, нормально. Всех коров на всех не хватит. Да, вот я, например, сделала так. Я подальше от Москвы пытаюсь. В магазинах уже не закупаю кондитерские изделия. Дешевые. К тому же. Смотрю составы. Мы же можем, весь народ, так сказать, когда информация дойдет, что это здоровье только вредит, просто не покупать эти продукты. Они сами с рынка уйдут. Конечно, бойкот этим продуктом в первую очередь. Посмотрите, что вы покупаете, посмотрите, что вы берете. Кстати говоря, я специально зашла в Икею. Там очень большие стоят очередя. Вы знаете, там очереди за... Внизу есть такой магазинчик небольшой. И там шоколадки, какие-то соусы такие. Обычно к этим фрикаделечкам продаются люди в Икею закупаются. Так все сделано на основе пальмового масла. Все. Я не знаю, правда, есть ли там какие-то госты, как в той же Европе, которые смотрят количество. А посмотрите, тут же кондитерскую, вот эти вот сырки глазированные, пряники дешевенькие. Они же все на основе пальмового масла. И в августе, в августе был опять завоз. Кстати говоря, я читала еще такое, это самое, когда летом еще Индонезия выдвинула требования нашему правительству, что, типа, почему вы пальмовое масло у нас не закупаете? Какое-то было такое, повисло все в воздухе, ничего не говорилось. И вдруг вылезает информация, что в августе мы закупили, я не помню в каком количестве, но закупили большую партию, чем даже в прошлый раз. Пальмовое масло. И завозили его. Скажите мне, пожалуйста, мы что, от Индонезии, что ли, зависим? Я не поняла. Ну, зачем Индонезия? Так вот, в Клаусе Швабе, Клаус Шваб, новый фюрер дипломатии, там как раз представители Давоса приезжают в Индонезию. Они очень дружат с правительством и с бизнесом тех стран, которые выращивают эту пальмовую масло. Этот проект у них под их эгидой Давоса, Клаусу Шваба. А во всех этих трех частях этого фильма Касатонов что-нибудь предлагает, что делать? Ну, поставил диагноз там, как лечить эту болезнь? Он предлагает что-нибудь конкретно? Подождите, Катасонов у меня вообще-то отдельное интервью идет. У него у меня отдельное интервью. Я маленькие кусочки туда вставляю, конечно, и Гурова, и Катасонова, и того же Сивкова. Но в данном случае мы не говорим и не ставим вопрос, что делать. Мы говорим с Валентином Юрьевичем по поводу того, что делать. Он говорит, я продукты вообще не покупаю. Вот вчера у меня было интервью по поводу новой модели экономики, о которой вы сейчас затронули. Мы ее развенчиваем. Зачем она нам нужна? Я, например, против цифровой экономики, так же, как и он. И он говорит, я ничего не покупаю в магазинах. Потому что, я говорю, зачем нам это масло из Индонезии? На что он сказал? А что, вы не понимаете, для чего это делается? Утилизация человечества. Катасонов, кстати, по-моему, год-два назад, я в каком-то интервью с ним, кто-то рассказывал, что он козу себе купил, и на даче у него коза молоко дает. Да-да-да-да, это он тоже говорил, что они там держали козу, и вот не они держали, а соседку у них держала, и они делали из молока все. А тут, кстати говоря, Апрелевка рядышком, тут из Нарухаминска привозят молоко, и мы вот ходим туда с молочком. Да молоко людям вообще после трех лет не нужно пить, потому что организм не вырабатывает лактозу, которая расщепляет. Творок-то люди едят, сырники, творог. Это обязательно. А творог на основе пальмового масла какой? Отрицательно. Все, Александр Галанович, я в расстройстве. Вот уже смотрю на это печенье, вот его видно там, это печенье. Я хочу его съесть уже два часа, а теперь не знаю, есть его или нет. А вот теперь смотрите состав. Ну, я думаю, от одного печенья ничего не будет. Ну, от двух максимум. Я лишь не буду говорить о слухах, кто нам это пальмовое масло сюда лоббирует, потому что я не люблю ссылаться на слухи. Я люблю пользоваться только фактами, проверенными фактами. Вот в этом фильме я пытаюсь, я могла бы, конечно, просто сесть, сама все зачитать, но я считаю, что это не совсем хорошо, и я не люблю пользоваться этими методами. Я выстроила, на мой взгляд, именно сюжетную линию из факторологического материала. Фактура, фактура, еще раз фактура. Из новостей, из каких-то фильмов, показов и так далее, из моих, из наших интервью с Валентином Юрьевичем, с Стивковым, с Гуровым, с тем же воспоминанием, с Александром Ивановичем, когда он был председателем комитета по безопасности Российской Федерации в Государственной Думе, человек, вы знаете, легенда, в милиции, легендарный сыщик. Так что, вот, собственно говоря, я считаю, для сознания нужно понимать, а это наша сегодняшняя цель, понять, дать людям фактуру, в каком месте, в какой точке мы находимся. Александр Иванович, давай благодарить Светлану Николаевну. Начинайте. Вам опять не понравилось то, что я сказала, да? Нет, 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 Светланович, мне понравилось. Об этом обязательно надо говорить. Спасибо большое. Думаю, после этого, нашей сегодняшней передачи, экспорт пальмового масла сократится как минимум втрое. Все будет нормально, перспективы светлые, путь немножко извелись, но все будет хорошо. Мы победим. Враг будет разбит. Пальмовое масло – это только одна из... Конечно. О следующем поговорим, в следующем эфире, да. Спасибо огромное. Всего доброго. До свидания. Всем счастливо. Удачно. Спасибо. До свидания.